Всем приветики! Раз я уже начал пользоваться неодиумовыми магнитами, то хотелось бы поговорить о марке этих самых неодиумовых магнитов, ведь у каждого из них есть марка. Вот, например, у этих магнитов, которые я купил, количество 30 штук, была марка N42, вот она, марка материала, марка магнита N42. Что это означает? Первая буква марки означает температуру. Вообще есть 6 букв, английская N, английская M, H, SH, OH и самая стойкая к температуре EH, чем и я их читал по увеличению температуры. То есть первая N это 80 градусов, потом идет H это, вернее, M это уже 100 градусов, H это 120 градусов, SH это 150, UH это 180 и EH это 200 градусов. Вот, ну и соответственно они будут стоить дороже, но как бы в основном температуры, которые есть, которые максимальной температуры 80 градусов должно хватать, поэтому N такое самое распространенное. А вот сила притяжения, магнитная энергия уже отображена в цифрах, то есть если бы здесь было бы 35, то магниты были бы слабее. То есть вот если будет два одинаковых магнита одного размера и одной формы, но будет на одном марка N35, а на другом N42, N42 будет сильнее. Как бы сила притяжения зависит от магнитной энергии и от размера магнита. Соответственно, чем больше магнитная энергия у магнита и его размер, тем он сильнее у него притяжения. Вот. И неодевая магниты, они, во-первых, сильные магниты, во-вторых, они медленно теряют свою магнитную энергию. То есть где-то за десять лет они по два процента теряют магнитной энергии. Это довольно-таки медленно. Но если подвергать их температурам, то есть если вот у N42 температура максимально 80 и подвергать себе такой температуре и выше, то он быстро потеряет свою магнитную энергию. А если соблюдать как бы его, как это сказать, использование, условия использования, то тогда все будет нормально. Но, кстати, еще и производитель может сам выдать, написать, что это 42 или больше, там, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, 45. А на самом деле это будет 35. А проверить это можно только на каком-нибудь сложенном дорогостоящем оборудовании. Так что еще от производителя зависит. Но если полагаться на марки, вот которые написаны самим производителем, то именно в цифрах определяется сила, а в буквах температура. Так что выбирая себе магнит, обращайте внимание на марку, потому что от нее зависят его технические характеристики. Вот. И как бы в основном это энки, потому что в быту 80 градусов должно хватать. А все остальные выше, они будут и дороже, это уже для каких-то промышленных целей. А в интернете в основном это энки. Но у них разная сила. Я хотел себе неодиумовый куб заказать, но там все они 30, 30 с чем-то, 35, по-моему, марка у них была. Н-35, а этот у меня 42, этот помощнее. Поэтому я пока что не стал, отказался от этих магнитов, потому что какие-то они слабые. Хотелось бы, раз у меня уже есть 42, чтобы в дополнении были, были такие же, по такой же селе, чтобы они хотя бы одинаковые были. И получается, что неокумб это, такие вот, получается, 8 таких кубиков. То есть 1, 2, 3, 4 и снизу еще, еще 4. То есть такие вот неокумб. Либо из таких вот кубиков, либо из шариков это будет неокумб. Таким они продаются в основном размером. Но у них марка 30, 35, по-моему, была. То есть они слабее будут. Вообще, если интересует, то в интернете можно найти характеристики, марки. И там можно посмотреть, у кого какая температура из магнитов и какая у них сила притяжения. Ну, вернее, имеется в виду магнитная энергия. Помимо магнитной энергии у них еще есть остаточная магнитная индукция. Это, я так понимаю, остаточная магнитная индукция это то, что вот когда к отвертке прислоняешь магнит, и к ней начинают болтики прилипать, а потом убираешь, а они все еще, ну, например, уже к ней не 10 болтиков прилипает, маленьких, а, например, штуки 3, но все равно прилипают. Это вот, наверное, и есть остаточная вот эта вот магнитная индукция, которая как раз таки заставляет эти болтики удержаться без магнита. То есть мы как бы намагнитили отвертку, и она уже без магнита продолжает магнитить. Вот так что как-то так. Обращайте внимание на марку при покупке. На этом все. Всем пока.